Галина Юрьевна Минералова, доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы 20-21 веков, Института филологии Московского педагогического государственного университета. Как говорила держава о мастерах, поэтов, писавших песни о чувстве дома и стиле эпохи. Спасибо большое, Галина Юрьевна. Я постараюсь быть краткой. Тем более, что мне было важно сегодня в этих наших обстоятельствах напомнить некоторые вещи важные и в научном, и в педагогическом, и в историко-культурном плане. Объять, что называется, необъятное. Потому что Юрий Иванович не только хорошо знал историю, культуру, он жил в этом. А когда ты живешь, ты понимаешь динамику, развитие, путь. То есть то, что Алексей Федорович Лосев говорит, становление. И вот мне в этом смысле важна книга «Так говорила держава. 20 век и русская песня». И надо сказать, что люди, которые не являются филологами, но обратившиеся к этой книге, говорили, минералов пишет вообще как детектив. Антон Андреевич Аникин, когда писал рецензию на учебники, он назвал свою статью «Учебники, написанные поэтом». И это не тогда, но это поэт какой-то написал. А учебники, так же, как и другие его книги, писались сжато, плотно. И частью только разворачивались в тексте. Поэтому каждый, кто обратится к книге «Так говорила держава», написанной в 1995 году, он осваивал тогда компьютер, издательские программы и сам делал макет этой книги. Я скажу, что вот открывает первая глава этой книги, и она называется «Микрокосм русской духовности». А дальше, так же, как и в теории художественной словесности и в других книгах, ему очень важно показать узлы, на которых следует остановиться. Это синтетический жанр книги, песня, концентрат национальной духовности, окаянные дни различных эпох, парафраз, авторская песня XIX века. И вот так же, как в теории художественной словесности, вводя понятие внутренней формы, все говорят, «Так это же опыты в ней уже есть, как будто бы вот и примерчик приведен там и все прочее». Но в том-то и дело, что он, то, что говорит Минералов, между прочим, до сих пор лингвисты так и не освоили. Потому что, когда говоришь «внутренняя форма», все лингвисты хором закричат «Слово!». Нет, внутренняя форма, слово как произведение и внутренняя форма художественного целого. А здесь он просто дал нам путь, по которому надо идти, что это образ образа, образ идеи и так далее. Вот и здесь он говорит о песнях как концентрате национальной духовности. Вы можете проскочить мимо, ну, концентрат национальной духовности, про что это вообще, и смысл каждого слова я не понимаю, но его в болотах. Но мы пропускаем потрясающе важную мысль в осмыслении сегодняшнего дня. Потому что, если вы сейчас что-нибудь запоете, я скажу, а ну-ка быстренько все запели. Что вы запоете? Как у нас Анжелы Эмильной, мы заставляем в Серебряном веке петь не только романсы, но еще и пролетарскую песню. Говорю, вот идете на экзамены, сразу поете «Вихри враждебные велиют». Кто там? Темные силы нас злобно гнетут. Это же мы с Анжелой Эмильевной в этот раз. Поэтому, понимаете, есть в песне, о которой говорит Юрий Иванович, которые очень часто считают, ну что по этой песенке, ну что там песенки. Ну вот это концентрат национальной духовности. И вы можете развернуть и то же, как делает это Минералов, или пойти еще дальше. И если говорить об окаянных днях различных эпох, то это тоже будет важно. Потому что Александр Николаевич Веселовский, я всем своим студентам всегда напоминаю эту мысль, что история эпитета есть история стиля в его сокращенном издании. Так вот, песня есть история культуры в ее сокращенном издании. И это правда. И если вы сегодняшние начнете петь, что вы там будете петь? Газманова? Киркорова? Прихватизированное что-то? Вот сразу и возникает вопрос. Кроме того, уже в этой обозначении плутуантов уже есть полемика. Это авторская песня девятнадцатого века. Сколько сейчас за границами нашего сообщества вздрогнуло и закричало, нет, авторская песня, это Высоцкий. Ну и так далее. Не буду сейчас об этом. То есть эта книга в девяносто пятом году написана, 25 лет юбилей мы ей отмечаем, а она оказывается чрезвычайно актуальной для сегодняшнего дня. Ну вот я не случайно на экран, вывела я на экран? Да-да. Вывела на экран два портрета и выбрала эти портреты. Евгения Ароныча Долматовского и Льва Ивановича Ашанина. Один москвич, другой из Ярославской области, из города Рыбинска. Я скажу, почему я вспомнила именно о них и в статье подробно о них писала. Потому что и тот, и другой имеют день рождения в мае. И вот представьте, что Долматовскому нынче, кто умеет считать, вот большой юбилей. Боже мой, какой юбилей. И даже удивительно, что этот человек жил совсем недавно с нами вместе за год до выхода этой книги. Он ушел, мы были знакомы, и Юра тоже был с ним дружен и высоко ценил. Тем более, что наш старший сын распевал и его коричневую пуговку, и идет состав за составом, написанное им еще в 30-е годы. Это было для него удивительно. А для меня удивительно то, что сегодня мы этих песен, ну мы, в широком смысле мы, если я скажу о своих студентах и магистрантах, то точно они практически ни одной песни не знают, или во всяком случае не знают, что эти песни написаны Долматовским. Я хочу сказать, что именно Евгений Аронович Долматовский задает для нас с вами такую вот песенную линию. Не так подробно он пишет, Юрий Иванович пишет в своей книге о Долматовском. Казалось, еще время есть и можно еще написать о ныне здравствующих, но скажу, что Долматовский не только поэт, написавший, боже мой, наверное, больше сотни песен, но еще большой поэт. Я бы хотела напомнить о его романе в стихах, который написан о метростроевцах. Кроме того, он всегда был и остается на острие серьезных, таких очень важных для молодежи вопросов. Вот его стихотворение, написанное в 1960-х годах. Во второй половине 20-го века вырастает заметно цена человека. И особенно ценятся мертвые люди, вспоминают о каждом о них как о чуде. Это правда, что были они чудесами, только, к счастью, об этом не ведали сами. Но живые в цене повышаются тоже. Это знают, особенно кто помоложе. Что, дескать, я человек, наивысшая ценность. Но прошу извинения за откровенность. В лисах ценится хвост, в свиньях шкура и сало, а в пчеле почитается мед, а не жало. Человеку другие положены мерки. Целый мир называет его на поверке. И цена человека, не точный критерий, познаваемый только ценою потери. Велика ли заслуга родиться двуногим, жить в квартире с удобствами, а не в берлоге, видеть мир, объясняться при помощи речи, вилкой с ножиком действовать по-человечьей. Тех, кто ценит себя, я не очень ругаю. Но поймите, цена человека другая, 1965 год. И это тоже юбилейное стихотворение. Я его подробно разбираю, сейчас не буду этого делать. Я напомню некоторые его стихи, которые стали песней. На душе и легко, и тревожно мы достигли чудесной поры. Невозможное стало возможным. Нам открылись иные миры. И действительно, космизм русской поэзии по-новому открывается именно Далматовским. Или песня «Родина слышит, родина знает, где в облаках ее сын пролетает». Так не случайно музыка к этой песне, принадлежащей Дмитрию Шостаковичу, стала позывными радио всероссийскому. А если вы вспомните песню, которой музыку написал Соловьев Седой, если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вы бы сегодня поняли, насколько для своего времени это был не просто интересный поэт, писавший стихи к песням, но большого масштаба человек. Я хотела бы еще сказать о том, что опять вроде как лезу в полемику. Тут у нас теперь праздник есть, его утвердили как праздник добровольца, а дальше добавили волонтера. Теперь уже нет слова доброволец, а есть только волонтер, и волонтер, волонтер. И диктор, неважно, как его зовут и кто у нас такой, он говорит, да как-то добровольцы-то не очень. Сразу вспоминаются комсомольцы-доброволец. А я думаю, а что тебе сделали такого комсомольца-добровольца-то? Хорошо над Москвой рекой услыхать соловья на рассвете, только нам по душе непокой, мы сурового времени, дети. А дальше будет. Это же из поэмы о метростроевцах. Комсомольцы-добровольцы, мы сильны нашей верной дружбой. Сквозь огонь мы пройдем, если нужно, открывать молодые пути. Припев будет в два раза больше, чем куплет. И это всякий москвич знал прежде. Сегодня можно петь что-то уже и другое. Я скажу, что, несомненно, мне бы хотелось, чтобы разговор и о Далматовском, писавшем много и до Великой Отечественной, и во время, и после нее, и Лев Ашанин, самая, может быть, знаменитая песня «Эх, дороги», написанная в конце войны, и самая знаменитая для всех детей «Солнечный круг». Но ведь другое написано, и много написано. Я бы хотела, чтобы мы это знали, понимали и ценили. Почему? Потому что эти песни, эти стихи, написанные вместе с композиторами, они жизнестроительны. Мое любимое слово – жизнестроительность. Потому что, если сегодня будем об этим толковать, то, вы знаете, очень многого не увидим. И поскольку все-таки у нас с вами май, и у нас с вами… Сейчас, секунду, вернусь к себе. Куда я делась? Куда я делась? Я хотела открыть экран. Так, приостановлена моя демонстрация экрана. А что так? Продолжим. Я демонстрировать экран. Но на экране я хотела бы найти сейчас песню, которая у меня тоже была заготовлена. Секунду, пожалуйста, раз это куда-то делось у меня. Никакой у меня проблемы нет. Меня спрашивают, какую я проблему имею. Нет у меня. Долматовский. Весна 45-го года. Песня. Да. Вот сейчас я найду. У меня она была, но куда-то вот… И знаете, поет Богатиков. Я сейчас выведу эту песню. Я хочу, чтобы мы ее сейчас все услышали. Что такое? Да. В зале сидит Долматовский. Долматовский. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну исчезни, исчезни вообще, исчезни, да что ж такое-то, ну понимаете, да ж боже ж мой ж, я не знаю. Как это можно мне все это... Ну что делать? Ну караул просто. Так, все, остановила демонстрацию. И возвращаюсь только напомнить, я хочу сказать, что пути, которые обозначены даже только этой книгой, не просто многочисленные, но полифункциональные и, можно сказать, гетерофоничные. Только хотела бы напомнить строки, которыми заканчивает книгу Юрий Иванович. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Так говорила держава. Я надеюсь, что взять, как таким напутствием для себя, и несмотря, и вопреки идти путем, в котором нас много и мы сила. Спасибо. Спасибо, спасибо, Ирина Георгиевна. Может быть, какие-то вопросы и суждения или что-то? Я буквально только одно слово добавлю. Людмила Александровна, у вас... Да, если можно. Если можно, только слова бесконечной благодарности Ирине Георгиевне, ну и, конечно, Юрию Ивановичу, честно скажу, так говорила держава, одна из моих любимых книг, буквально настольная. И имея, скажем так, да, это зерно любви к русской песне в душе, все-таки я должна сказать, что проросло, ну, благодаря Юрию Ивановичу, да, и вот любовь ей к поэзии Долматовского, Ашанина, Фатьянова. Это все благодаря ему. Спасибо, да, это так. Да, абсолютно так. Я тоже просто присоединиться хочу и сказать, что книга, с одной стороны, ведь она об истории, а с другой стороны, она и в теоретическом плане необыкновенно важна. И я могу сказать, что она в научном обороте и студентов, и аспирантов литературного института, и кто, и не только наверняка, и кто пишет о песне вообще-то, и не только 20 века, всегда эта книга присутствует, она читаема. И повторю, она именно в научном обороте во всех смыслах, вот опять-таки к вопросу о многогранности, да, это к вопросу, вот действительно настольная книга, это так, я вот тут вот абсолютно солидарна. Добрый день. Можно сказать Боровская и Елена Раймондовна? А, Елена Раймондовна, конечно. Да, я хотела вспомнить две конференции этого года, на которых будет упоминаться книга Юрия Ивановича. Недавно прошла конференция «Пасхальное чтение», и там были доклады, и мои в том числе основаны на положениях из этой книги, поскольку я делала доклад «Пасхальный свет» патриотической песни, и, конечно, без книги Юрия Ивановича я бы не обошлась. И вторая конференция – это предстоящий форум в Казани педагогический, туда я направила материалы, и тоже, конечно, сделала ссылку на книгу Юрия Ивановича, и там в Казани тоже имя Юрия Ивановича прозвучит, и для меня это важно, и говорю об этом с благодарностью, потому что в этой книге тот самый ключ к пониманию смысла в песне. Именно этот подход Юрия Ивановича позволяет видеть то, что почему-то, как говорят те, кто слушают доклады, почему-то мы сами не слышали раньше и не видели, хотя эти песни знаем наизусть. То есть там есть ключ в этой книге к пониманию текстов. Так что вот в юбилейный год она, эта книга прозвучит много раз. Спасибо. Спасибо, Елена Раймонтовна.